В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В жилом комплексе Восточное Бутово возводится сразу 6 социальных объектов. Первый, второй квартал 25-го года здесь полностью все социальные объекты будут реализованы. В историко-культурном центре прошел урок мужества. Подача материала должна быть правильной, исторически верной. Ну и с подтверждением артефактов. В Видном прошел кубок Московской области по северной ходьбе. Лично для себя я время улучшил. И я для себя сегодня стал победителем. В рамках партийных проектов «Единой России», «Городская среда» и «Новая школа» в муниципалитете проводятся мониторинги строительства социальных объектов. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Валерий Черников и представителям местного политического совета Наталья Киселева и Анна Державина проинспектировали ход строительства школ и садов в жилом комплексе «Восточная Бутова». Совместно с представителями застройщика «Единороссы» проверили темпы строительства, обсудили вопросы поставок оборудования и материалов, а также сроки введения в эксплуатацию. Работа идет, стройка живая, техника работает, люди есть, поэтому мы думаем, что будет исполнено в срок и в график, установленный застройщиками. В жилом комплексе «Восточная Бутова» ведутся работы по возведению сразу шести социальных объектов. Помимо этого, два детских сада на 325 мест и на 150 мест начнут строиться в 2023 году и завершение строительства в 2024-2025 годах. То есть, первый и второй квартал 2025 года здесь полностью все социальные объекты будут реализованы. Детские сады начнут принимать воспитанников уже в сентябре следующего года, а школа откроет свои двери в 2024. Полная укомплектованность микрорайона социальными учреждениями завершится к 2025 году. В Москве состоялся митинг-концерт, посвященный воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Праздничное мероприятие в честь воссоединения России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями прошло на Васильевском спуске, где в этот исторический день побывала и делегация от Ленинского городского округа. Этого события жители присоединенных территорий ждали долгие 8 лет. За 5 дней референдума в нем приняло участие почти 100% граждан, которые сделали свой выбор в пользу свободы и независимости. Буду надеяться, что данное решение все-таки поспособствует скорейшему наложению мира, чтобы об этом все идет речь, чтобы скорее все это закончилось. Наши бойцы вернулись в расположение своих казарм, а жители непосредственно уже части Новой России осознали, что такой мир не в нем главы за долгие-долгие 8 лет. Митинг-концерт, который состоялся сразу после подписания договоров о принятии в состав страны новых субъектов, посетили сотни тысяч человек. На сцене выступали общественные и политические деятели, известные артисты. Здесь и военные корреспонденты, ставшие свидетелями самоотверженности российских солдат, рассказали, как в эти дни наши бойцы защищают родину в специальной военной операции. Ко всем присутствующим обратился и президент Владимир Путин. Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой! Россия! 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 Мы стали сильнее, потому что мы вместе. За нами правда, а в правде сила, а значит победа. Победа будет за нами! В календаре 30 сентября пока неофициальный праздник, но для миллионов жителей нашей необъятной Родины эта дата священна. И как отметил президент, это день правды и справедливости. Юлия Погасьян, Ирина Кошелева, Видное ТВ. В историко-культурном центре прошел урок мужества. Ребята из средней школы номер один города Видное познакомились с важнейшими сражениями воинской летописи России. Рассказы о доблести героев от Бородина до наших дней слушала и наш корреспондент Галина Житкова. 210-ю годовщину Бородинской битвы отмечают в России в 2022-м. Во всех музеях проходят памятные торжества, где вспоминают героев былых сражений. Ребята из оборонно-спортивного клуба «Боратник» тоже побывали в историко-мемориальном комплексе, откуда привезли свои впечатления. В Бородинском музее очень крутые экспозиции. Там и флаги, и форма, и оружие. На уроке мужества от Бородина до наших дней, что проходил в историко-культурном центре, были представлены уникальные экспонаты, которые привезли из экспедиции на места битв времен Великой Отечественной войны. Первая школа впечатляет все, что собрали за эти годы. Это реальные экспозиции вашего возраста дети живут в лесу, в полях, в палатках. Мы формируем эти бригады, команды, группы. Учащимся из Видновской школы номер один рассказали о самых интересных экспонатах, что представлены на импровизированной выставке. Особое внимание ребят привлекли реальные штандарты и мундиры полков, что участвовали в Бородинской битве. Подача материала должна быть правильной, исторически верной, но и с подтверждением артефактов, форма, убедительный рассказ, подтверждением его историческими справками и так далее. То есть у нас все для этого есть. Прабабушка Александра Оселелова участвовала в Великой Отечественной войне. Многое рассказывала о тех временах. И у мальчика уже сложилось свое впечатление о том, что такое мужество. Это когда мужчины идут добровольно, допустим, воевать, защищать свою родину и не давать миронушителей в обиды. Такие уроки для школьников будут проводиться в течение всего года. На каждом расскажут об удивительной судьбе героев и познакомят с неизвестными страницами главных сражений военной летописи России. Галина Житко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Теплые и уютные свитера и кардиганы, комфортные платья и костюмы, яркие аксессуары. В торговом центре галерея 918 открылся магазин «Рускин», где продаются изделия, произведенные в Видном. Наша съемочная группа убедилась в качестве товаров на высоте. Новая модная точка появилась на карте Видного. В торговом центре галерея 918 распахнул в свои двери магазин «Рускин» – резиденция российских брендов. В бутике представлены отечественные марки «Экопух» и «Броска» – настоящее царство качественного трикотажа. Здесь можно найти теплые, уютные свитера и кардиганы, комфортные костюмы и платья, яркие аксессуары. «Экопух» – это более премиальная линейка, рассчитанная на категорию женщин 30-35+. Тех, кто предъявляет достаточно высокие требования к качеству, к моделям, к посадке. Что касаемо «Броска», здесь вы найдете для себя очень бюджетные варианты. Яркие мы используем как акрил, мы используем разные сейчас модные экологическое сырье, как полихлопок, вторичное сырье. То есть «Броска» – это вот дорога для экспериментов. За плечами создателей «Русскин» 12 лет кропотливой работы. Раньше товары можно было купить только в интернете, на сайтах компаний и на крупнейших маркетплейсах. Кстати, поздравить с открытием первого офлайн-бутика пришли многие постоянные покупательницы. Я покупала у них уже кардиган онлайн, очень хороший сервис, очень качественная шерсть, очень красиво оригинально, с доставкой на дом. Было очень удобно, но теперь еще более удобно, когда есть такой красивый магазин, где представлено такое разнообразие товаров. Особенно радует, что это наш российский бренд, что это не за рубеж, что мы тоже можем такое делать, как и за границей. И значительно лучше, я считаю. Акцент «Ру», сделанный в самом названии магазина, говорит о том, что марки одежды отечественные, причем буквально. Производство находится прямо в видном, поэтому именно у нас и появился первый магазин этих брендов. Но на этом компания останавливаться не собирается. В планах столица и другие российские города. Мы очень хотим, чтобы каждая модница нашла что-то свое и тщательно продумываем каждую модель. То есть нам очень бы хотелось, чтобы была коллекция более классическая, которая вхожа в каждый поседневный комфортный гардероб. И также наша коллекция броска, которая будет для любой модницы чем-то ярким и неповторимым. Мы за качество отвечаем, мы производители, поэтому мы очень трепетно относимся вообще к подбору всех, всех, всех абсолютно деталей. Начиная от пряжи премиального качества, заканчивая всеми бирочками, какими-то деталями. То есть мы уделяем этому очень много времени. Приятные цены, широкий ассортимент, дизайн на высоте сделают шоппинг в Рускин выгодным и удачным. А назвав кодовое слово «Видное ТВ» можно получить в подарок носки при каждой покупке. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. 5 октября преподаватели во всем мире будут поздравлять с профессиональным праздником. Наша героиня, мечтавшая с детства учить детей, отметит его впервые. О молодом педагогии, истории и обществознания Лопатинской школы Ольге Алешиной наш следующий сюжет. Когда одноклассницы Ольги Алешиной мечтали стать певицами и актрисами, сама она уже твердо знала, что хочет преподавать. К окончанию школы определилась и со специализацией. Решила, что будет учить детей истории и обществознанию своим любимым предметом. История – это опыт предыдущих поколений, он может многому нас научить. Поэтому очень важно знать свое прошлое, чтобы не совершать ошибок в будущем. Московский государственный областной университет Ольга закончила с красным дипломом. И в этом году устроилась работать учителем истории и обществознания в Лопатинскую школу. Я всегда рада молодым специалистам. Особенно важно, что это выпускница нашего городского округа, выпускница первой видновской школы. И эта преемственность, на мой взгляд, очень важна. Потому что ребята, которые приходят к нам обратно, получив образование, они болеют за округ. Они жители нашего округа и они заинтересованы в том, чтобы образование у нас становилось все лучше и лучше. Дети очень хорошие. Школа очень хорошая. Мне очень нравится учить детей чему-то новому, объяснять им свой предмет, передавать любовь к знаниям, передавать любовь к своему предмету. Я знаю, что некоторые дети уже тоже хотят стать учителями. К преподаванию Ольга старается подходить творческие классические методики, дополняет игровыми элементами. Вовсю использует современные образовательные технологии. Неудивительно, что на ее уроки школьники ходят с удовольствием. Ольга Владимировна очень хорошая учитель. Она очень хорошо рассказывает тему. Я понимаю ее предметы. Она доходчиво все объясняет. И информацию хорошо распределяет. Хорошо подготавливает к самостоятельным. Вы больше на одной волне. Вы можете найти общий язык на уроке, допустим, истории, поговорить не только об истории. Ты привязываешься к учителю, чтобы его лишний раз не обижать, начинаешь учить предмет. Я это на своем примере понял. Одну свою мечту Ольга Алешина уже воплотила в жизнь. Стала дипломированным учителем и работает в школе. Теперь ее цель – реализоваться в профессии и воспитать побольше стабальников по своим предметам. А также проявить любовь к истории как можно большему числу учеников. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Широким, быстрым и уверенным шагом прошли участники Кубка Московской области по северной ходьбе. Соревнования проводятся в Видном уже в четвертый раз и собирают гостей из разных регионов. Екатерина Коваленко узнала, в чем секрет популярности этого вида спорта. Более 45 спортсменов приехали на четвертый Кубок Московской области по северной ходьбе. Несмотря на то, что эту физическую активность признали видом спорта лишь несколько лет назад, популярность ее быстро растет. И география североходцев с каждым годом только расширяется. Сегодня присутствует достаточно большое количество городов. Это из подмосковных, это Электросталь, Пушкина, Дмитров, Балашиха, Видное, Домодедово. Большой представлен, очень сильно представлен Ленинский городской округ, потому что здесь много поселений представленных, которые участвуют у нас в жизни федерации. Также у нас из Смоленска, Тулы, Твери. Дистанция у спортсменов 5 километров. В быстром и широким шагом идут мужчины и женщины, молодежь и пенсионеры. Самому юному участнику 18 лет, а взрослому 64 года. Парк Апаренки практически единственная в Московской области площадка, идеально подходящая для проведения соревнований по северной ходьбе. Прекрасный ландшафт с перепадами, профессиональный грунт. Все для удобства спортсменов. В числе постоянных участников соревнований – москвич Алексей Матвеев, который раньше был ультрамарафонцем, но после очередной травмы он взял в руки палки и ни разу об этом не пожалел. Несмотря на кажущуюся простоту и легкость, мужчина признается – здесь всегда есть к чему стремиться. Лично для себя я время улучшил, и я для себя сегодня стал победителем. Победителем, потому что я пришел. Победителем, потому что я решился на это. И я теперь понимаю процесс, который я прошел сегодня за соревнования, знаю, как мне дальше тренироваться, чтобы улучшить свои параметры и качества. Довольна своими результатами и видновчанка Елена Маркина. Увлеклась ходьбой она всего год назад и очень рада своему новому хобби, которое приносит только пользу для здоровья. Она очень поднимает настроение, снимает депрессию, как бы все плохие мысли улетучиваются, приходит хорошее настроение, ну и позвоночник двигается, плечевой пояс развивается, как бы это только плюс для здоровья. Секрет растущей популярности этого вида спорта в универсальности. Занимаются зимой и летом, в любую погоду. Экипировка доступная, минимальные ограничения и риск травм. Так что начать свою историю знакомства с северной ходьбой может каждый из нас. Это физическая активность для любого возраста абсолютно. И в любом возрасте просто ставятся разные задачи. Либо это спортивная для более молодых, для пожилых, это, скажем, такая большая реабилитация идет с помощью палок. Завершились соревнования награждения медалями и кубками. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.